Борьба с песками, озеленение области, другие вопросы, касающиеся сохранения биоресурсов и защиты окружающей среды. Эти и другие вопросы обсуждались в ходе совета семинара, который прошел в селе Ташхудок Магасталовского района. Участие приняли сельчане, руководство населенного пункта, а также специалисты управления природных ресурсов и компании-подрядчика. Мои коллеги с подробностями. Если не останавливать пески, то через некоторое время они превратят любую местность в пустыню. В этой связи в регионе повсеместно ведутся работы по их остановке. В частности, создаются так называемые зеленые пояса. В Магасталовском районе, в селах Ташхудок, Шебер, Уштаган и в Каракьянском, в селе Синек, эти работы ведутся с 2004 года. Активны в этом специалисты научно-исследовательского центра. Мы хотим обсудить все плюсы от создания зеленых поясов. Высадка сахсаулов показывает, что пески можно остановить. Эти работы необходимо продолжать. С 2001 года пески останавливаются в селах Ташхудок. Необходимо и в других селах применять этот метод. Чтобы остановить пески, ряд групп специалистов объединили свои усилия. С самого начала они основывались на заключениях и исследованиях Института географии. При профильном управлении было создано специальное подразделение, которое и высаживает зеленые пояса – естественные преграды для продвижения песков. В Синеке, затем в 2009 году в Уштагане. В 2011 году в Ташхудоке начались эти работы. Сейчас они продолжаются. Курируют исполнение управления природных ресурсов. В Ташхудоке сейчас охвачено уже 1140 гектаров. Еще 890 гектаров также планируем превратить в зеленые леса. Все работы ведутся поэтапно, согласно графику. Зеленый пояс – это своего рода защитный каркас из насаждения естественных лесов вокруг городов. Они играют важную экологическую роль. Такие зеленые щиты представляют собой барьеры между заводами и коммерческими районами, а также жилыми. Помимо этого, их активно используют именно для остановки песков, которые грозят населенным пунктам. Руслан Агаев, Рулана Метулы, Каспий Акварад.